Всем привет, друзья! Сегодня у меня будут очередные новинки из магазина Красное Белое КБ. В последнее время что-то в КБ у нас появляется какое-то новое пиво, да? Не прошло, наверное, и двух недель, да, с прошлого моего ролика. Как уже захожу опять в этот магазин. Ну, я заходил специально, да, я знал, что там появились новинки. И вот, собственно, они, ребят, перед вами. Это, соответственно, Граф Орлов пиво. Пиво Хордленд, или Хардленд, Хордленд. Хордленд, не знаю, что это такое. И вот эти Биргауэры, которые я хотел на них вообще как-то одно время сделать отдельный обзор. Но нигде их у нас не было. Хоп, в КБ вот появились. Так что отличная возможность все это дело продегустировать. С чего начать? Я, пожалуй, начну как раз с этого Биргауэра. Пожалуй, с бланшика, наверное, да, начнем с бланшика. Хочется почему-то начать. Вот это, если не ошибаюсь. Ага, отлично. Пока эти поставим, соответственно, в сторонку. Стоит 75 рублей Биргауэр. Что это? Что это? Так что, ну, такое пиво для КБ, наверное, не самое дешевое. Да, и для КБшного именно ассортимента. Но, в целом, по сегодняшнему дню, конечно, ценники невысокие. Так что, в этом плане ничего не скажешь. Кстати, из интересных особенностей сразу можно выделить, что здесь 500 миллилитров. То есть, это полноценные, получается, 0,5 бутылки. Не вижу стрелок на крышке. Сейчас, наверное, придется отлучиться за открывашкой, соответственно. Давайте я зачитаю информацию, попробую, может, открыть, если получится открутить. А то иногда я вижу, что стрелочек нет, а она все равно откручивается. Ладно, короче, не будем на это застрять внимание. Пиво светлое, нефильтрованное. Бланш, алкоголь 4, кстати, очень немного. IBU 14,5. Ну, в принципе, горечь в таком стиле бланш обычно вообще как бы не указывают. И ОГ 10,5, то есть, экстрактивность начального сусла получается. Ну, совсем какая-то невысокая экстрактивность. Совсем уж легенький бланшик должен быть. Давайте посмотрим состав. Раз уж это бланш, здесь должна быть цедра и кориандр, соответственно. Сейчас проверим. Состав. Вода питьевая подготовленная, солод пивоваренный, ячменный светлый, солод пивоваренный пшеничный, хмель гранулированный, хмели продукты, дрожжи пивные. Странно. Не содержит пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище. Ингредиенты продуктов нетрадиционного состава. Как понять нетрадиционного состава, если в состав бланшика должен входить цедра и кориандр. Ладно, давайте посмотрим, кто у нас все это дело производит, где это дело варится. Это, скорее всего, будет на вот этой этикетке, наверное. Изготовитель-производитель ООО «Тагильское пиво». Тагильское пиво, Свердловская область, город Нижний Тагил. О, интересно, кстати. Я, по-моему, пробовал какой-то вот именно Берггауэр этот, но это было крепко какое-то пиво, то ли портер, то ли стаут. Он недорого на тот момент продавался, был там что-то 80 с лишним, по-моему, алкоголя в нем. Ну и знаете, для таких характеристик и такой цены он был прям нормальный, скажем так. Это, конечно, там и близко не какая-то там вкусняшка, какой-то вкусный и крафтовый стаут, но тем не менее. Что ж, интересно будет посмотреть, что здесь. Сейчас попробую так открыть, но... Так, ну что, ребят, открывашка я обзавелся, соответственно, открываем. Я, блин, пить хочу прям жестко сейчас. Оу, черт. Удалось, конечно, немножко остановить, но... Блин, все равно, черт побери, пролилось. Ну что такое? То открывашки нет, то это пролился. Одни технические паузы. Но, кстати, не так уж. Ничего плохого в пиве пока не увидел. Сейчас, секундочку. Так, ну что, ладно, погнали наливать все это дело. Бокальчик я соответствующий, в принципе, подготовил. Конечно, это не очень приятно было. Надеюсь, больше сегодня у меня такого не повторится. На самом деле, тряпочку я вон там подложил. Так что будем смотреть по факту. Ладно, не будем пока на этом сильно заостряться. Карбонизация, кстати, у пива достаточно высокая. По цвету, в принципе, оно похоже на такой бланшик, как и должно быть такой мутноватый, в принципе, золотистый цвет пива. Ну просто вот мутноватый можно, да, сказать, как аплесиновый какой-то, ананасовый сок, наверное, что-то такое. Пенка, в принципе, имеется, но быстро оседает. Ее карба очень сильно тянет. Карба какое-то сумасшедшее прям, не знаю, что с этим пьем случилось. Давайте смотреть по ароматике. Ну, ароматика вот как раз немножко кориандра. И все, слабенькая достаточно ароматика. Никаких цитрусовых нот я особо не чувствую. Такая вот легкая кориандровая какая-то ароматика. Давайте пробовать. На самом деле, легкое пиво, в принципе, питкое достаточно, о чем, в принципе, и характеристики говорят. И с таким небольшим, вот именно послевкусием, таких вот каких-то специй, вот чего-нибудь такого плана, именно цитрусовых нот особо нету в этом напитке. То есть, именно цитруса здесь как бы не хватает. Такой, знаете, это скорее, вот такие у меня темы ассоциируются больше вот, как вот напиток какой-нибудь, знаете, взяли там. Для пива оно, ну, совсем уж легкое, то есть, водянистое такое достаточно. То есть, там, под какие-нибудь рыбки, под классические пивные, оно, ну, не очень, как по мне, зайдет. Просто попить, утолить жажду как напиток, да, окей. Ну, именно, опять же, если говорить про стиль, то тоже как бы, в принципе, как такой напиток для утоления жажды, да, но. Карба его выручает. Вот реально, оно пока вот это газируется, но вот этот вот свежащий такой эффектик имеет, прикольнее. Знаете, скажу, что неплохо ожидал почему-то, что будет хуже. Я вспоминаю вот этот айсберг, в айсберг, да, который в прошлый раз от бочкарей, от бочкарей, да, все правильно сказал, да, пробовал. Вот он мне меньше понравился, он был такой вообще прям самый или иный, а этот он такой вот чисто как напиточек какой-то, то есть, как в стиле не очень, а в целом как напиточек вполне себе пойдет. Ладно, поехали, ребят, дальше. В принципе, 75 рублей. Опять же, я бы взял, условно говоря, тот же там Кронебург 1664 Бланш или Хугарден, то есть здесь без вариантов, но какой-то вот свой вот флер у него все-таки есть за счет этой карба. В принципе, выпить, утолить жажду, бутылочку, особых проблем с этим не будет. Ладно, раз поехали с этого Берггауэра, давайте им, в принципе, и продолжим. У меня будет Берггауэр Классик, соответственно, пиво светлое, фильтрованное, также 500 миллилитров. Экстрактивность здесь уже 12, действительно, больше такой классической. Горечь 17, алкоголь 4,8. Ну, я так понимаю, это обычный какой-то типа лагерка, наверное, что-то, потому что в Пилснерах у нас все-таки побольше горечь идет, там около 30+, да, наверное, что-то в этом плане. Давайте посмотрим состав. Вода питьевая подготовленная, сол, пиво вольный, чмены светлые, хмель гранулированный. Ну, тоже здесь не содержит то-то, то-то, зачитывать, в принципе, не буду. Мне интересно, производитель тот же, цена такая же. Давайте открывать, думаю, обычный евролагерок с небольшой горчинкой. Что-то будет такого плана. Так, это, кстати, пиво у нас не побежало. Ну, давайте нальем его в обычную кружку. Из плюсов сразу отмечаю объем 0,5, что, в принципе, можно тогда сделать, знаете, для чего это? То есть вот оно стоит 75 рублей. Ну, а все остальное пиво российского у нас производства, это сейчас в основном 0,45. Соответственно, можно сразу 10% отнять, чтобы получить ту же цену. То есть это примерно 68 рублей, по факту. Если вот сравнивать с нашими примерами. Что дороже там? Жигулей, Крушовиц и всего прочего. Потому что это все продается там рублей по 60-65, как правило, сейчас такая цена. Ну, я имею в виду, это типа скидочная цена, но она на самом деле практически постоянно есть, эта скидочная цена. Поэтому не вижу смысла ориентироваться там на какую-то другую цену. Давайте смотреть, в принципе, золотистого цвета пиво. Карба тоже, кстати, очень высокая. Вот это немножко удивительно. Пенка такая приятная, в принципе, держится. Ароматика чистая, солодовая. Такая легенькая, немножко сладковатая. В принципе, приятная. Давайте пробовать это пиво. Не, ну здесь совсем уж полностью солодовое пиво. Горечи нет вообще, которую я ждал. Ну, типа там что-то на зародыши вот где-то пытается зародиться. Но нет, это, конечно, не горчинка абсолютно. То есть пиво по факту такое. В принципе, плотность есть. Вот чисто такое солодовое пиво. Минимальное, минимальное. Вот на втором глотке начинает вот горчинка потихоньку образовываться. Но, в общем, не для любителей горечи. Но, опять же, претензий ко вкусу нет. Чисто солодовое тело, да, кому нравится вот именно такое пиво без горечи, в принципе, почему нет. Лично я, наверное, все-таки выберу другое пиво. У меня и сам профиль как-то вот не очень такой вот нравится, да. Я люблю либо там, чтобы горчинка все-таки была, вот именно хмельочек хотя бы немножко, чтобы ощущался. Либо, наверное, сама база была более какая-то такая питкая, либо более вкусная именно, если мы говорим про солода. Но, опять же, вопросов нет. В принципе, как лагерок имеет место быть. 68, ну, окей. То есть, чуть-чуть бы вниз еще цену снизить и было бы вообще неплохо. Ну, я имею в виду, 60-80 за 0,45 переводить. Так, ну, такие дела. В принципе, от лагера ничего особо не ждал. Следующий, опять же, у нас будет лагер. Это граф Орлов. Светлое пиво имперское. Что же в нем имперского интересно? Алкоголь 4,9. То есть, это уже явно не какой-то имперский лагер. Состав вода питьевая. Солод пиво вареный, ячменный, хмели, продукты. Алкоголь 4,9. Экстрактивность начального сусла 11,2. Так, соответственно, кто это у нас дело изготавливает? Я вроде как знаю, но надо уточнить. Россия, мытищи. Ну, это, в общем, МПК. Московская пиво вареная компания, да, все это дело производит. А, смотри, что? Объем 0,43. Серьезно? 60 рублей она стоит в КБшке. 60 рублей. Имперское светлое пиво Граф Орлов. Светлейшее пиво с благородным вкусом. Возрождает страница истории отечественного пивоварения, когда в пиве ценились чистый и благородный солодовый вкус, сбалансированный хмелевой тон и мягкая горечь. А, ну, может, это вот эта мягкая горечь и называется? Короче, понятно. Я для него специально такой бокал заготовил. Ну, типа, подумал, Граф Орлов имперская, ему надо какой-нибудь особый бокал там, туда-сюда. В общем, наливаем пиво. Смотрим. Я почему-то думал, что все-таки 0,45 объем, а тут еще получается чуть меньше. Тогда даже этот бергавр можно уже пересчитывать не как там 68 рублей, да, а как там сон там 65 рублей. Тогда он, в принципе, уже, ну, нормально, да, смотрится на фоне своих конкурентов. Чисто вкусовщина. Это всегда так будет. Кому-то заходит один бренд, просто может нравиться там больше форма бутылки, оформление, что-то в этом роде. Просто именно вкус больше заходить и прочее. Вот это про лагеры всегда можно там говорить. То есть, понятно, что есть там плохие лагеры, есть там хорошие лагеры. Но большинство вот именно лагеров такой недорогой ценовой категории, кому-то одни заходят, я знаю, кому-то другие. Просто вот наблюдают там, что говорят там другие блогеры или там то, что мне там на стримах люди пишут или там в комментариях где-то. Вот поэтому мнения тут всегда по лагеркам у нас расходятся. Кому-то одни заходят, кому-то другие. Блин, карба опять тоже мощная в этом пиве, в этом графе Орлове. Ну аромка мне, честно сказать, больше нравится, чем здесь. Здесь она вот такая вот типичная какая-то в последнее время для вот этих юрологерков, а здесь она вроде тоже вот чистая такая солодовая, но какой-то есть, не знаю, мотив какой-то свежести что ли, я не знаю, легкости какой-то. Почему так, не знаю, но вот мне так почему-то кажется. Давайте пробовать это пиво. Во! Вот это мне больше нравится. Горечи здесь тоже нету или как они говорят, мягкая, наверное, горечь где-то есть. Ну для меня это не горечь, ее не чувствуется. Но здесь именно тело само по себе легче, само тело более питкое. И вот это пиво как раз вот под классические пивные закуски, на мой взгляд, вот отлично залетает, потому что оно на себя особо не оттеняет ничего. То есть легкий солодовый вкус реально идет. Легкий солодовый вкус, питкое тело, ничего неприятного нет. И как раз вот это вот, послевкусие тоже такое оставляет за собой немножко солодовенькое. Чуть-чуть, наверное, ну чуть-чуть вот эта вот горчинка, которая сладость от солодов как раз скрывает, то что в принципе окей. То есть сейчас я как раз буду употреблять уже за кадром все эти классические пивные закуски под это пиво. Поэтому для меня вот это пиво отлично залетит. Я думаю, классно будет сочетаться с этими пивными закусочками. Так, ну что, в принципе у нас осталась одна позиция. Я так понимаю, это тяжелая артиллерия. Вот этот Hortland. Я вообще не часто пробую именно крепкое какое-то пиво на канале. Но раз такое дело, раз новиночка, надо все это дело все-таки отдегустировать. Тем более раз я записываю ролик по новинкам СКБ и там это пиво, как его пропустить. Hortland Strong Beer, экстрактивность 17, алкоголь 8, о чем нам говорит вот этот вот, кто это, викинг, наверное, да, какой-то? Или кто это такой? Ну, короче, с рожками у него это шлем. Пиво светлое, крепкое, Hortland Strong Beer, пастеризованное, фильтрованное, состав вода, солод пиво вареный, ячменный, светлый, солод пиво вареный, ячменный, карамельный, хмель. Все достаточно просто, характеристики я зачитал, кто у нас все это дело производит. О, здравствуйте. Это же завод Трехсосинский, ребят, объем 0,45, не 0,43, кстати. Да, здесь, кстати, нарисованы стрелочки. А, не, не хочу я вот это вот заниматься извращением, тем более, когда у меня есть открывашка. Хотя, кстати, блин, смотри. Она по факту, блин, до крышки прям прорвала вот этот металл, но не открылась. Вообще, конечно, металл как из фольги какой-то сделан. Вот, на крышечках. Ладно. Будем наливать этот сей чудесный напиток еще и от завода Трехсосинский. Блин, я завод Трехсосинский и так к нему так отношусь скептически, да, никогда не верю, что у него что-то может хорошее получиться. Но крепкое пиво, которое я, в принципе, вот этот Стронг Лагерь сам посетил, небольшой любитель. Еще и от Трехсосинского, это, конечно, вообще необычная история. По цвету, да, оно такое немножко не совсем золотистое, все-таки с таким промельком вот именно карамельного какого-то солода немножко в эту сторону. Карбонизация здесь у нас тоже, кстати, достаточно высокая. Сегодня все пиво радует, в принципе, карбонизация на старт. От пены, как видите, нет, но это, в принципе, ничего страшного. Смотрим, что по аромату. Немножко карамельки. Карамельки сладковатости какой-то. Может быть, каких-то леденцов, что-нибудь в этом роде. Примерно так, ничего отталкивающего нет, опять же, в аромате. Ну что, ребят, предлагаю попробовать это пиво. Ну да. Действительно, это не мой профиль. Прямо с первого глотка ты начинаешь ощущать, что это крепкое пиво. То есть оно себе прям сразу выдает. Не то, что там спиртозность какая-то, но просто вот это вот какая-то тяжесть вот такая вот сразу начинает. Потом вот этот вот карамельный солод, потом вот эта немножко сладкая нота вот этого от алкогольности. Такое послевкусие не особо приятное за собой оставляет. Поэтому это дело хочется запить. Вот. В очередной раз пиво не мое, но тут я, конечно, это... Я знаю, что есть любители охоты. Я знаю, что есть любители всякого вот этого крепкого пива, недорогого. Я не понимаю, что это можно любить. Я понимаю, единственный смысл этого всего, это чтобы тебе по шарам ударило. То есть вот как бы единственное применение. То есть, а как именно можно любить такой вкус, я не особо понимаю. На мой взгляд, это не прикольно. Это невкусно. Это вызывает немножко такой отторжение, эффект в целом у организма. По крайней мере, у меня так, у кого по-другому. Напишите, соответственно, тоже в комментариях. Или кто со мной согласен. Ну что, ребят, давайте, наверное, подведем итоги. В целом, в этот раз мне пивные новинки из магазина КБ более-менее. То есть, прям вот ужасного чего-то... А, я, кстати, по цене не сказал. 60 рублей, по-моему, и 60 рублей. Могу немножко ошибаться, но, по-моему, это точно 60, а это или 60, или 65. По-моему, вот такие ценники. Может быть, плюс-минус там 5 рублей, я где-то ошибся. Сейчас под рукой чека нет. Ну, примерно такие ценники. В этот раз более-менее, вот реально, более-менее. Про крепкое ничего не буду говорить. В принципе, я вот сказал, больше мне при него добавить нечего. Я не являюсь там ценителем, и, соответственно, понять, что в этом может нравиться, вот именно в таком профиле вкуса, я не знаю. На мой взгляд, все неудачно. Но это и я про охоту, про ту же могу сказать, и про все другое. То есть, для меня вот эти крепкие, недорогие пивасики, они вообще мимо меня. Не мой вкус абсолютно. Граф Орлов, под классические пивные, ценник 60 рублей, в принципе, как вариант можно рассмотреть. Если пиво лучше, 100%. Я лучше возьму ту же Балтику-тройку в этом же самом КБ за 0,5, за 49, ну, за 50 рублей, да, грубо говоря. То есть, особо преимуществ нет. Здесь 0,43, здесь реально, ну, профиль другой, окей. Там Балтика, она более насыщенная, более солодовая, из горчиночки небольшой. Здесь горчиночки нет, соответственно, здесь чисто легкое такое солодовое пивко. Кому нравится, без проблем. Ну, я не знаю, буду ли это пиво повторять, если только по скидке, может быть, рублей за 50-45, что-нибудь такое увижу, то, в принципе, почему нет. Претензий к пиву нет. Соответственно, Бергавер Классик, давайте еще глоточек тоже сделаем. Чуть более солодовое пиво, тоже, в принципе, под классические пивные вполне себе пойдет. Вопросов нет. В принципе, мы пересчитали уже цену, то есть, это на современной реалии где-то рублей 65-67, да, смотря с чем сравнивать. Вот, опять же, конкуренция большая, как по мне, есть пиво дешевле, много другого пива, которое можно взять, так что не очень интересно, как по мне. И давайте с Баншиком, вот. Блин, он так реально, вот, газация в нем присутствует, чисто вот такой вот реально освежающий, вот, как напиток, вот, я не знаю, почему-то у меня он максимально ассоциируется вот с кем-то вот именно напитком. То есть, ну, безалкогольным, вот, обычным каким-то напитком, ну, или слабоалкогольным каким-то. Ну, в том плане, что здесь алкоголь никак себя не проявляет именно, то есть, это просто ассоциируется как какой-то вот напиток для утоления жажды. Он не сладкий, он такой немножко, ну, вот эти вот пряности, специи, вот эти кориандры, вот эти вот нотки играющие. Такого своего профиля достаточно легко пьется, и при этом не совсем пустой, то есть, нормально, неплохо. Какая-то вот реально своя ниша у этого пива. И, в принципе, даже, наверное, вот, вполне себе не так плохо. Рублей бы еще на 10, ему меньше ценник, было бы вообще прям красота. Но, в принципе, может быть, и даже по этой цене я когда-нибудь его еще раз возьму. Хотя вряд ли, потому что я, в основном, стараюсь покупать какие-то новинки, либо пиво, которое мне в целом нравится больше. В этой же ценовой категории, я говорю, у меня там условно Хугарден или там Кронебурс 64 нравится больше. Пишите, ребят, в комментарии, кто пробовал топиво, делитесь мнениями. Всегда интересно почитать, кому что понравилось, кому что не понравилось. В принципе, у меня все. Лайк, подписка, колокольчик. Кто хочет меня поддержать финансово, можете перейти и подписаться на Boosty или задонатить на стримах. Всем ребятам спасибо, кто поддерживает мой канал таким способом. Кто хочет меня поддержать не финансово, можете перейти и подписаться на Zen, посмотреть. Там какие-то видео за это тоже, ребятам, всем отдельное спасибо. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!